Часто люди не понимают, что ситуация, в которой они находятся, закончится. Потому что в этом мире не бывает ничего, что не заканчивается. И смотрите, некоторые люди хотят победить ситуацию. Допустим, одна женщина ко мне обратилась за помощью. У ребенка возникают спазмы в голове, от этого повышается температура. И ребенок от этого страдает. Я ее спросил, а вы молитву совершаете, чтобы победить эту ситуацию? Она говорит, я совершаю, я это все делаю. Я ее спросил, ей легче становится в момент молитвы? Она говорит, да, легче становится. Но потом опять возникает назад. У меня к вам вопрос, она победила карму или нет? Да, все, карма побеждена. Потому что она может опять начать молиться, когда возникает. И опять ей будет легче. И опять, и опять. Потому что если она уже влияет на ситуацию, то можно дальше просто так же жить, пока не закончится судьба. Почему она в панике, эта женщина? Потому что она не понимает, что это обязательно закончится. Она просто этого не понимает. Она думает, что так всегда теперь у ребенка будет. Так не будет всегда. Если ей становится легче от твоей молитвы, это значит, что просто продолжай жить так же. Допустим, муж хочет изменить. Я помолилась, смотрю, вроде глаза стеклянные перестали быть. Протрезвел. Но на следующий день опять такое он чувствует, что хочет изменять. Это значит, что на следующий день надо опять помолиться. И вы спросите, когда же, Олег Геннадьевич, это закончится? Это же всю жизнь так может продолжаться. Нет, мои дорогие. Никогда ничего всю жизнь не продолжается. Вот это надо усвоить в своем сердце самое первое по этой теме. Всю жизнь никогда ничего не продолжается. Мне тяжело в личной жизни. Это не будет всю жизнь. Придет время, будет легко. Но тяжело и легко главная часть жизни. Вот в чем вопрос. Тяжело это главная часть жизни или легко главная часть жизни? Допустим, мне легко в личной жизни стало. Эта жизнь только началась в это время или закончилась? Нет. Нет. Какой ответ? Закончивается. Вы ошибаетесь. Закончилось. Веды говорят, что жизнь — это когда человек побеждает свою судьбу. Все остальное — это как сон. Мы хотим сна, мы хотим спать. Сон означает счастье. Когда человек в состоянии счастья впадает, он как будто спит. Он ничего не делает, он просто наслаждается. Все, он летит. Несет меня мой дельтаплан. Мой дельтаплан. И как легко, и как легко, моим плечом несет меня мой дельтаплан. Самая главная часть жизни — это когда тяжело. В это время человек меняется. В это время он работает над собой. В это время он сражается за судьбу. В это время он получает знания, как жить. Все происходит в это время. Но из-за того, что мы скупые, у нас много скупости в сердце, мы не хотим признавать, что это главная часть моей жизни. Мы считаем, что главная часть моей жизни — это когда мне хорошо. В этом заключается ошибка. Душа обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Вот ребенок заболел — это хорошо или плохо? С точки зрения ребенка — плохо. Но если говорить о том, что я победила в молитве эту болезнь, то хорошо. Понимаете, если мы сражаемся с судьбой, то всегда судьба плохая — это хорошо. Но если мы не сражаемся с ней, это всегда плохо. Понимаете, о чем я говорю? Для человека, который не хочет жить правильно, ему все плохо. Кроме того, когда ему балдеж наступает. А это бывает редко. А человек, который сражается с судьбой, у него много чего хорошо. Вот, допустим, у меня по судьбе было положено, я это знал уже заранее, у меня по судьбе было положено, что где-то с февраля месяца, ну и даже по сегодняшний день еще, но очень сильно, где-то 3 месяца с февраля этого года, меня должны были просто критиковать так, чтобы у меня волосы на голове дыбом вставали. Ну всякие про меня говорят гадости. И это произошло. И правда, действительно было очень тяжело. Я просто по 8 часов в день молился, молился, молился. И знаете, потом раз, 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 и много знаний интересного получил. В какой-то момент я узнал, что эти люди, которые меня критикуют, а не кушают мою плохую судьбу. И надо просто расслабиться в этот момент, потому что когда тебе плохо, ты ее не даешь кушать. Так это же наоборот хорошо, если кто-то хочет кушать, твои недостатки. Вот, допустим, тебе говорят, ты такой плохой человек, есть два варианта. Сказать, сам плохой. Первый вариант, не давать кушать свою плохую судьбу. А второй вариант, помолиться, расслабиться и отдать. Сказать, да, я плохой, помогите мне, вы лучше. Вы понимаете, что я плохой, я сам ничего не соображаю в этом вопросе. Помогите мне, отдать надо. Человек, который кого-то критикует, он ест его плохую карму. Надо просто расслабиться и дать возможность. Потому что если кто-то хочет тебе помочь, пускай поможет. Надо расслабиться и сказать, да, я плохой. Так как вы критикуете, вы лучше. Кушайте, пожалуйста, мою плохую карму. Пожалуйста. Я хочу исправиться, помогите мне. Но есть люди злые, такие злые. Они хотят помочь, они хотят уничтожить человека. И поэтому критикуют. Но даже в этом случае, если ты расслабляешься, они тоже кушают твою плохую карму. И потом, как говорят, кошка скребет на свой хребет. Потом им придется то же самое испытать в жизни. То есть человек, который критикует, он сам потом попадает в эту же ситуацию в жизни. Но бывает, что человека ругают родители. Допустим, родители говорят, ты почему так себя ведешь плохо? Я тебя накажу. В это время что они делают? Они берут себе плохую карму ребенка и переваривают ее. Для того, чтобы он стал лучше. Понимаете? То есть это нормально. Ругать кого-то это нормально. Брать чужую карму себе и переварить ее, это нормально. Поэтому те люди, которые нас ругают, являются самыми большими благодетелями для нас на самом деле. По факту. Они самые большие и на них молиться надо. Но для того, чтобы это понять, не нужно было два месяца серьезной молитвы. Потому что эта боль, которая возникала от критики, она не давала мне возможность так думать. А сейчас нормально. Видите, в любой ситуации первый этап это боль, второй этап это работа, третий этап победа. В любой ситуации, вот какая бы ни была, тяжело в личной жизни, боль сначала. Когда у человека боль, что нужно делать? Молиться. Молитва дает облегчение, а потом знание, для чего это нужно. Знание дает возможность поменять жизнь уже. Потом становится легче в результате. Когда человеку тяжело и тяжело, и ничего не меняется. Когда он не хочет работать, ленится. Как это лень выражается? Это депрессия. Депрессия — это лень. «Я водяной, я водяной, никто не водится со мной». И все мои подружки, пиявки и лягушки. Фу, какая гадость. Мультфильм, помните? Но он потом уже стал счастливым. Поработал над собой, и все нормально стало. Итак, эта беседа после лекции, после первой части, она дала мне такой результат практически. Я как бы вспомнил о том, что карма кончается. Когда на вершине боли, когда все больно, кажется, что она будет тянуться вечно. Потому что когда больно, хочется быстрее, чтобы не было боли. Но когда человек живет в молитве, он получает счастье через разум. Разум, когда соединен с правильным источником, во время боли же, во время боли, наступает одновременно облегчение, и опять возвращается боль. Понимаете, если человек правильно настроен, он каждую секунду побеждает свою судьбу, и каждую секунду же опять судьба его нагружает. Это означает тяжелая карма. Понимаете, как надо жить? То есть в жизни это не означает, что вот как бы Олег Геннадь что-то сказал, оп, и у меня лучше стало. Говорит, доктор, вы мне очень помогаете. Я, говорит, когда эту стеклянную палочку под мышку сую, мне легче сразу становится. Но эта стеклянная палочка просто градусник, мои хорошие. Она просто измеряет температуру, и все. Олег Геннадьевич не предназначен для того, чтобы стало легче. Он предназначен для того, чтобы показать температуру. Он предназначен для того, чтобы показать, что есть болезнь, и надо ее лечить. Вот так вот это должно выглядеть. Я надеюсь, что это так. Я надеюсь на это. Потому что человек может быть только слугой силы какой-то, только проводником знания. Он не может быть сам обладателем полностью знаний. Мы только можем по милости старших что-то сказать. Что-то по милости старших сказать. Движемся вперед. И так есть разум. У разума есть функции. Первая функция – трудиться. Вторая функция – спать. И та, и та работает у каждого человека. Когда человек не трудится, когда он счастлив, разум отключается в этот момент. Человеку хорошо. Разум не работает. Зачем он работает? Это так все хорошо. Все нормально. Зачем работать? Так, когда разум трудится, когда тяжело. Не хватает в уме, не хватает энергии счастья. СОС возникает. Нет счастья, нет счастья, нет счастья. Кому СОС? Вопрос к кому? К разуму. Что надо делать? Разные люди действуют по-разному. Первый вариант. Человек ищет знания. Это правильный вариант. Как помочь своей жизни надо изучать. Это очень правильный вариант. Действовать так и надо. Второй вариант. Отвлечься. Это очень неправильный вариант. Что значит отвлечься? Посмотреть кино, сходить, наступила грусть. Что? Пойду, пройдусь. Это может быть и хорошо на время. На время. Но надо понять одну вещь. Что это не поможет. Ну то есть посмотреть кино, выпить, поиграть в компьютерные игры. Вот. Набить кому-то морду. Пойти там, съездить в Майами. А мне все снятся острова и удивительные страны. Это все хорошо, но это тебе не поможет. Потому что если есть проблема, ее надо решать. Вот есть проблема, значит пришло время сдавать экзамен. Как сдавать экзамен? Как должен действовать разум, чтобы сдать экзамен? Нужно искать знания. Знание, это то, что дает возможность победить судьбу. Знание, только в него можно верить. Верить можно только в знания. Вера, это не иллюзия. Как некоторые говорят, религия, это опиум для народа. Религия, это не опиум для народа. Это не иллюзия. Религия, это тот способ понимания мира, который дает результат. Какой результат? Если я сам не могу с чем-то справиться, мне нужен такой источник знания, такой энергии счастья источник нужен, который сможет справиться. Поняли функции разума? Функции разума – вера, знание, решимость в достижении цели. Я все смогу, я клятвы не нарушу. То есть решимость должна быть. Это функции разума. У одних людей разум тренируется, и поэтому он сильный, у других слабый. У женщины и мужчины разум по-разному устроен. Мужчина должен сам добиваться возможности побеждать судьбу. Сам. То есть он действует своими силами, пытается научиться молитве. Своими силами. Но с помощью старших. Не сам, с усам, а своими силами, но с помощью старших. Как, допустим, мужчины сидят и слушают лекцию в зале. Как они слушают лекцию? Так, ну да. Я это знаю, да. И это я знаю. И об этом надо подумать. Вот это хорошо, что он об этом сказал, потому что я об этом знаю, но вот в этом направлении надо двигаться. Так мужчины слушают лекцию. Они все знают, но я им напоминаю, куда двигаться. Как женщины слушают лекцию? По разному разуму работают. Допустим, женщина и так все это знает. Допустим, она все это знает, да, то, что я говорю. Но как она слушает женщину? Я все это не знаю. Не знаю. Но сейчас я услышу и узнаю. Хотя она уже знает, уже сто раз слушала. Теперь у меня к вам вопрос, а что лучше? Что лучше? И то, и другое правильно. Потому что есть два способа действовать в этом мире. У женщины разум чистый, но слабый. И поэтому она с помощью внимательного слушания увеличивает силу разума и таким образом действует потом в этом мире. У мужчины разум сильный, но грязный. И мужчина на лекции, он с помощью лекции очищает разум, не меняя направление. Он думает, о, все правильно. Я вот так и думал, теперь буду так действовать. Все. Он очистил как бы разум, сделал его чище, но не меняет направление. Женщина усиливает разум. У нее достаточно чистоты. Она верит тоже, она слушает с верой. Мужчина как слушает? Сомнениями. И то, и другое хорошо. У каждого своя природа. И сомнениями слушать хорошо, идти своим путем. И слушать с верой хорошо. Но святой человек, это кто? Это тот, который способен, имея силу разума, предаться и слушать с верой. И поменять направление своей жизни, если нужно поменять с помощью старшего. Женщине легко поменять направление жизни. Но трудно в нем удержаться. Мужчине очень трудно поменять направление жизни. Но если он меняет, все-таки меняет, ему легко удержаться. А святой человек, это тот, который, ему легко поменять и легко удержаться. Это означает, человек с сильным разумом. Вот теперь у меня к вам вопрос. Женщина может быть человеком с сильным разумом? Да. Мужчина может быть человеком с сильным и чистым разумом? Да. Видите, на уровне святости, что мужчина, что женщина, разницы нет. Мне вот нет разницы, когда мне трудно думать о святой Матроне или о Серафиме Саровском. Нет разницы. Результат один и тот же. Но по-разному протекает. Потому что женская энергия одну природу имеет, мужская другую. Мы с вами говорим сейчас о функциях разума. То есть разум по-настоящему сильно работает, когда человек себя с кем-то связывает. Понимаете? Не на себя только надеется в жизни, а себя с кем-то связывает. Это называется вера. Есть вера, которая не помогает, есть вера, которая помогает. Человек верит в себя, если вера не помогает. Смотрите, у нас есть еще одна психическая структура, которая называется чувство собственного достоинства или эгоизм. Что такое эгоизм? Это структура психическая, которая пронизывает все наше существование. У эгоизма есть несколько функций. Первая функция – самосохранение. Эта функция осуществляется с помощью боли. Боли. Вот меня кто-то щипает. Это меня щипает или мое тело щипает? Что щипает? Это я или не я? Вот эта рука – это я? Это тело, в котором я сижу. Понимаете это или нет? Вот те люди, которые это не понимают, это большая проблема. Потому что они говорят, я старею. Так это не ты стареешь, а тело стареешь. А ты всегда будешь молодой. Нет, Олег Геннадьевич, я старею. А я вот не старею. Почему я не старею? Потому что я душа. Так как я воспринимаю себя как душу, поэтому через мои глаза идет счастье, молодое счастье, несмотря на то, что тело уже стареет. Счастье остается молодым. Почему? Потому что я воспринимаю себя не телом. Если я начинаю воспринимать себя телом, мое ложное эго что делает? Сознание приковывает к телу. И вот этот синдром старения, как вы думаете, у кого больше всего развит? Вот возьмем, допустим, женщин. В каком возрасте больше всего развен синдром старения у женщин? Вот я старею. В каком возрасте? Правильно, 16, 17, 18 лет. Я уже почти старуха. Мне 18. Знакомая ситуация, нет? Знакомая? А потом 40 и уже молодая. Почему? А потому что... Потому что человек больше знания о себе имеет. Потому что 40 человек больше знает, что он душа. Поэтому он знает, моя красота зависит от того, как я настроен. Не как я накрасился, а как я настроен. Если я настроен хорошо, значит, я буду счастлива. Все будут чувствовать мою красоту. Если я настроен плохо, значит, все наоборот. И так, видите, ложное эго — это что такое? Это сила или эго, эгоизм. Что это такое? Это сила, которая приковывает нас к неправильным представлениям. Заставляет нас верить не в то, что надо. Допустим, женщина родила ребенка, то во что она теперь будет верить? Своего ребенка. Причина почему так? Почему так? Потому что он является источником счастья. Ребенок — это как лампочка счастья. Вот посмотрите на маленьких детей. Им все рады. Маленьким детям все рады. На них все смотрят. Почему? Вот, допустим, особенно хорош, когда у детей хорошее настроение. Допустим, я в самолете наблюдаю. Мама с ребенком заходит. Ребенок такой сидит, улыбается. Он такой, улыбается. И все, весь самолет сразу раз и улыбаться начинает этому ребенку. И все на него смотрят. Что они делают? Жрут его энергию счастья. А он как лампочка. Почему? Потому что Бог так делает, чтобы защищать детей. Бог ребенку дает очень много энергии счастья. Для чего? Для того, чтобы все они на него смотрели, все о нем заботились, все о нем думали. Но это хорошо. Это так классно, да, иметь детей, они вот дают столько энергии счастья, и это хорошо так жить. Но есть одна проблема. Проблема заключается в том, что когда ум человека пользуется энергией счастья постоянно, он начинает это считать источником счастья в своей жизни. начинает думать, что это и есть то, что мне сделает меня счастливым. И это уже болезнь, которая приводит потом маму к страданиям. Когда приходит время, и ребенок доходит до такого возраста, когда плохая карма начинает через него действовать, это обычно 13-14 лет, с этого момента мама, опа, обломчики. «А че это ты у меня такой?» Так он просто, извините меня, он растет. Что значит растет? Смотрите, вот отсюда, из этого шарика, с возрастом, чем мы старше становимся, тем больше выходит испытаний, больше выходит тяжелой кармы. Зачем? Для того, чтобы мы с возрастом, так как мы становимся взрослее, умнее, и поэтому обязанности перед судьбой у нас выше. Ведох считается, если человек просто дожил до 90 лет, он уже мудрец. Почему он дожил до 90 лет? Потому что победишь, да, сумел не умереть все это время. Он сумел побеждать судьбу, и поэтому он дожил. А я, Леонид Иванович, дожил до 90 лет, постоянно бухал. Я мудрец, что ли? Знаете, а когда человек просто бухал всю жизнь и дожил до 90 лет, он жил в это время или нет? Жизнь — это что такое? Мы с вами определение жизни дали. Жизнь — это когда трудности, и ты их побеждаешь. Когда человек бухает, что он делает? Он просто перечеркивает свою жизнь. Вот любая маленькая рюмочка — это что такое? Это желание в этот момент перестать жить. Потому что вот ты чуть-чуть выпил, то оп! Чунга-чанга, синие в осот. Чунга-чанга, лето круглый год. Чунга-чанга, весело живет. Чунга-чанга, песенку поет. Да? Но на свое время, сколько ему дано, он не может повлиять. В смысле? Но вы писали в одной из ваших книг, что если человек в одно время, сколько ему жить, так делать, что хочет, все равно, что ты и будешь. Нет, вы ошибаетесь. Вы неправильно поняли. Сейчас объясню. Есть орбита жизни. Мы сейчас немножко переключились на другую тему. Смотрите, есть орбита жизни. Орбита жизни, это означает столько, сколько человек может прожить. Говорится, что в эту эпоху наша орбита жизни 108 лет. Но иногда бывает больше. Но в основном у людей вот так. То есть, это столько, сколько мы можем прожить, если будем жить праведно. Но каждый из нас прямо сейчас может лишиться жизни, уничтожив ее. Взять, пойти, повеситься просто. Это судьба или не судьба? Нет, это просто не сданный экзамен. И человеку придется начинать жить с того же самого экзамена, с которым он остался. Мы не можем сдать экзамен, просто повесившись. Это не способ решать экзамены. Жизнь означает сдавать экзамены. Хоть мы суем голову в песок, хоть не суем. Сдавать экзамены все равно придется. В этой жизни или в следующей. Понятна система, да? Но когда человек сдает все экзамены свои, он может прожить долгую жизнь. Почему? Потому что нет болезни. Экзамены сданы, тонкое тело, чистое. Когда тонкое тело грязное, накапливаются болезни. Тонкое тело, чистое, нет болезней. Живи долгую жизнь. Сдавай все экзамены, живи долгую жизнь. Почему накапливаются болезни от лени, лени в разуме? Не хотим трудиться над своей судьбой. Не хотим желать всем счастья, не хотим помогать другим, не хотим молитву. Что такое несчастная жизнь? Это не сданный экзамен. Вот допустим, я сижу в тюрьме, у меня счастливая жизнь будет или несчастная? Все зависит от того, что я там делаю. Если я в тюрьме молюсь, как бы, работаю над собой, у меня будет счастливая жизнь, еще счастливее в 10 раз, чем у всех остальных. Потому что я там просто сижу, ничего не делаю. У меня есть много времени молиться. Кто в это не верит, поднимите руку. Я вам очень благодарен всем. Очень благодарен всем за то, что вы в это верите. Это очень принципиально важный вопрос. Понимаете? Это означает, что у вас удачливая судьба у всех. Значит, что вы можете победить свою судьбу. Потому что, если человек поднимает руку, говорит, я в это не верю, что в тюрьме я буду счастлив. Это означает, что он неудачный. Он не понимает, что счастье не зависит от того, в каких условиях я живу. Оно зависит от того, сколько силы я прилагаю в этих условиях, чтобы стать счастливым. В тюрьме надо, допустим, в 20 раз больше силы прилагать, чем в той ситуации, в которой я сейчас нахожусь. Но все равно счастливым можно стать. Теперь у меня сразу вопрос возникает. А что лучше в этом случае для меня? Вот так вот жить или жить в трудной ситуации? Понимаете, когда человек уже сдался экзамен, он говорит, слава Богу, что я в эту тюрьму попал, я столько мудрости получил там. Но, есть одно но, мои хорошие, но заключается в том, никогда не нужно просить у жизни трудности. Почему? Потому что у нас и так их хватает. не надо, тогда, Олег Евгеньевич, тогда в тюрьму. Нет, этого не надо. Когда судьба дала уже экзамен, надо сдавать. Не дает, слава Богу. Живем спокойно. Я не против счастливой жизни, я не против, я просто говорю о том, что это не помогает. Когда человек счастливо живет, спокойно он расслабляется. Надо усвоить этот момент, что если мне сейчас тяжело, это не значит, что у меня нет жизни. Как некогда говорит, у меня никакой жизни нет. У тебя как раз есть жизнь, но ты жить не хочешь просто сейчас. Или не знаешь, как жить. Одно из двух. У тебя нет знаний или нет желаний. Но обычно, когда есть желание, есть знание, желание тоже есть, потому что знание, оно направляет человека в жизнь. Нам не хватает только знаний. Так возвращаемся к эгоизму. Смотрите, как работает интересная система. Я, допустим, хочу быть красивой и думаю, что это зависит от кожи. Начинаю ухаживать за кожей. Эгоизм входит в кожу. Вместе с эгоизмом туда входит сознание. Что такое сознание? Это энергия души. О чем мы думаем туда направляется. Думаем о коже, сознание идет в кожу. Вроде бы все хорошо, кожа должна стать красивее. Но есть одна проблема. Она заключается в том, что вместе с сознанием туда увеличивается эгоизм. Чем больше я думаю о коже, тем больше я начинаю беспокоиться о ней. Тем больше я начинаю лечить и тем больше она становится чувствительной. И вы знаете, потом все лицо в экзему сплошную превратится. Почему? Потому что там очень много энергии эгоизма. Там, где много энергии эгоизма, там много боли. Чем больше боли, тем больше болезней. Поняли, о чем я сейчас говорю? Да? Зачем он нужен? Эгоизм? Ответ очень простой. Когда я попал в армию в Белоруссии, у меня был прапорщик там, он мне рассказал один анекдот про армию. Он говорит, в учебной части солдат приходит и прапорщик дает ему ломик подметать асфальт. Подметает асфальт ломиком, приходит, говорит, слушай, дайте мне веник, я подмету лучше. Прапорщик ему говорит, да мне не надо, чтобы ты лучше подмел. За тобой другие будут подметать. Мне надо, чтобы ты просто замучился и все. Зачем это нужно? Это нужно для того, чтобы мы получили знания. Мы должны здесь немножко замучиться для того, чтобы изменить себя. Потому что человек не меняет себя в простой ситуации. Он будет жить просто и расслабляться, и все. Если сейчас нам дать комфортную ситуацию, только мудрец в комфортной ситуации не пользуется благами и не расслабляет. Все остальные расслабляются. Все обычные люди немедленно расслабляются, когда приходят счастья. Поэтому Бог счастья не дает слишком много, чтобы мы развивались. В зале какое-то разочарование пошло. Какая-то такая волна, такая протеста внутреннего. Блин, что ты такой огородишь? Почему? Развивались. Мы хотим счастья! Мы хотим счастья! Повторяю сейчас. Внимательно пытайтесь усвоить этот урок. Если я думаю о том, что болит печень, какой результат? Печень болит больше. Если я думаю, что у меня муж плохой, какой результат? Муж становится хуже. Если я думаю, что в Литве жить плохо, какой результат? Нина подошла. Уже не то, что-то говорили. Литве жить хорошо. Слышали, нет? Так, теперь вздохнули и выдохнули. Вздохнули, выдохнули. В Литве жить хорошо. Чувствуете, да? Это называется карма. Плохо. Хорошо. Кто сейчас общается? Кто с кем общается сейчас? Общается мой ум с моим разумом. Разум говорит, тебе в Литве жить хорошо. Он говорит, нет. Разум говорит, хорошо. Чувствуете, о чем я говорю или нет? Называется победа над судьбой. Это не самовнушение. Это означает, что я принимаю свою судьбу. Принимаю. Так возвращаясь все к эгоизму. Смотрите, скотина такая, что он вытворяет. Я, допустим, полюбил жену. Вроде бы все нормально. Но в это время, когда я ее люблю, что происходит? Я начинаю наслаждаться ее красотой. И это означает, это слово называется привязанность. Что такое привязанность? Привязанность – это когда я требую в определенное количество времени определенное счастье от жены. Требую уже. Понимаете, что делает эгоизм? Если кто-то мне дал счастье, дальше я уже требую. Допустим, у нас в доме завелась кошка. Я ей один раз принес покушать. И дальше что произошло? И дальше я только выхожу, дальше идет мяу непрерывное. С одной стороны, когда я дал ей покушать, она виляла хвостом и мурлыкала. С другой стороны, теперь сплошное мяу идет. И спрашивается теперь вопрос, надо ли о муже заботиться, если потом будет сплошное мяу? Ответ какой? Надо. Почему? Потому что есть другая сторона медали. Итак, смотрите. В отношениях с близким человеком возникает привязанность. Привязанность является причиной страданий. Мы приносим счастье человеку. Ложное эго немедленно к этому привыкает. Вот мужу, допустим, попробуйте неделю поготовить мужу покушать. Через неделю он уже забывает сказать спасибо. Почему? Потому что как бы жена и предназначена для того, чтобы мне давать кушать. Она уже предназначена для этого, понимаете? Это не то, что она совершает усилия над собой, чтобы приготовить, покушать. Она уже предназначена. Это по моей судьбе мне досталась такая жена, что я должен всегда хорошо кушать. По моей судьбе. По закону кармы у меня такая жена. у меня жена там нагладила, все одела. И я подхожу к ней и говорю, это я по природе такой чистый. Она смеется. Ну, мы так с ней шутим. Я говорю, я по природе всегда. У меня природа такая. Быть таким чистым и наглаженным. Она смеется. я просто, ну, говорю спасибо таким образом. Через шутку. Потому что в основном мужчины об этом не говорят, они так считают. Это уже совсем другой вариант. Видите, как мы быстро привыкаем. Это означает эгоизм. Он гад такой. Вообще, эгоизм это является самый главный враг человека. Эгоизм это тот, кто нам делает экзамены постоянно. Он это делает независимо от того, хотим мы этого или нет. Он постоянно нам создает проблемы. Почему? Потому что мы с помощью эгоизма хватаем себе счастье. Вот вроде бы я хочу служить близкому человеку. Не тут-то было. Эгоизм заставит меня пользоваться им. Это сила, которая заставляет нас быть эксплуатами. в этой жизни. Не слугами. Когда человек служит другим, он получает счастье. Что такое хорошая деятельность? Есть, веды говорят, есть два типа деятельности. Есть пуния, благочестивая деятельность. Есть папа, греховная деятельность. То есть, не папа, имеется в виду отец, а это санскритское слово папа означает грех. Папа даже. Есть пуния, есть папа. И в чем разница? Когда человек служит другим, забывая про себя, это благочестивая деятельность. Когда человек пытается себе приобрести счастье, это грех. то есть, природа, почему так сейчас? Почему так? Стоп, стоп, Олег Геннадьевич, а что? Я не имею права счастья себе получать. Ты имеешь право на все, потому что душа имеет на все право в этом мире. Но природа души, мы души с вами, наша природа, забывать про себя, это наша природа. То есть, знаете, что такое природа? Вот, допустим, природа цветка пахнуть ароматом, это его природа. Вот он, сладкий запах имеет. Это природа цветка, его природа. Вот представьте, сейчас этот цветок захочет навонять. Кому это понравится? Цветку самому понравится, нет? Нет. Ему тоже не понравится, потому что это не его природа. И вот, знаете, чтобы цветка научить всегда пахнуть, цветку, ему дается вот этот вот эгоизм, который заставляет его вонять. И надо с помощью разума заставить себя хорошо пахнуть. Понимаете? Значит, служить. То есть, в чем идея жизни человеческой заключается? Эгоизм заставляет нас, вот, допустим, девушка вышла замуж, как эгоизм разрушает ее семейную жизнь? Очень просто. Он ей говорит, смотри, ты вышла замуж вот за этого человека. Что это значит? Это значит, что этот человек теперь должен с тобой нежно разговаривать, он должен всегда заботиться о тебе, он должен всегда тебя любить, и он должен тебя считать самой лучшей. Так действует эгоизм. Вот я сейчас говорю, и все девушки со мной согласны. Но на самом деле это и есть та сила, которая разрушает девушке вашу семейную жизнь. Вот именно эти мысли и разрушат вашу семью. Сразу возникает вопрос, а почему? Сейчас объясню. Видите, не хватает знания. Что делает эгоизм? Разрушает знания. Он забирает знания. Потому что все, что я перечислил, говорит нежно, заботиться, любить. Все это то, что должна делать женщина. И эти ее поступки, они приводят мужчину в то состояние, которое приносит ей счастье. То же самое, допустим, женщина, думаете, все про женщину, Олег Геннадьевич, про мужчин. Мужчина хочет, чтобы жена всегда ему вот так вот делала. Вот так никогда, только вот так. Да, мой хороший, да. Всегда, только вот так. Мужчина хочет, вот первое, это вот это, согласная, чтобы была согласная. Вот, второе, мужчина чего хочет? Он хочет, чтобы она всегда была мне рада. Ну, вот пришел я на рогах, а жена рада мне. Всегда рада, как бы ни пришел. Под ручку пришел с кем-то, тоже рада. Всегда рада. Чего мужчина хочет? Мужчина хочет, чтобы жена прислушивалась к его мнению, слушала, что он говорит, толкая, чтобы он толкал философию, наслушала. Так или нет? Все это является обязанностями мужчины. Все, что я сейчас сказал, это обязанности мужчины, а не женщины. Женщина является отражателем только этих вещей. Если мужчина ведет себя правильно, то жена всегда согласна. Потому что, как можно с неправильным человеком женщине не согласиться, с правильным человеком не согласиться? У женщины от природы сердце так устроено, что если человек совершает правильные вещи, женщина согласна всегда. Она не может с правильными вещами не согласиться. Для того, чтобы мужчина, для того, чтобы жена уважала мужчину, уважала, для этого мужчина должен стать уважаемым человеком. Потому что женщина, она как, у нее глаз как алмаз, она в муже видит все недостатки и скрыть невозможно. Как только мужчина становится уважаемым человеком, жена так же это видит. И она начинает его немедленно за это уважать. И вы меня спросите, а где вы такое видели, Олег Геннадьевич? Я видел, не скажу где. Видите, как действует ложное эго? Как сделать так, чтобы жена слушала? Мужчины, думаем, как сделать так, чтобы жена слушала? Вот начала слушать тебя, как? Молодец, молодец. Мужчины вообще слушают женщин, нет? Поднимите руку, кто из вас, вот жена начинает говорить, и вы внимательно ее слушаете. Поднимите руку, есть такой человек? вот есть, пожалуйста, мы с вами общаемся. У меня к вам вопрос, ваша жена слушает? Да, все, вот и все, вот ответ. Вот смотрите, один мужчина всего в целом зале, поднял руки. Он сказал, что когда жена ему говорит, он слушает внимательно. Это значит, что жена будет его слушать. Вот и все. Видите, как действует карма, ложное эго, что делает? Мужчине легко слушать женщину или нет? Очень тяжело. Что женщина говорит очень эмоционально, а мужчина не может терпеть эмоции. Я говорю, ааа, послушай, я тебе тебе скажу. Он такой, ааа, ааа, Ему тяжело очень, потому что у него сердце, как бы там дырка в сердце у мужчины. Там, где у женщины сила эмоциональная, там у него там дырка. Надо слушать, он сидит, слушает. Я слушаю внимательно такой. Дышит так глубоко, слушает, кряхтит и слушает. Значит, она будет благодарна. Когда, если хотя бы один раз мужчина выслушал женщину, в ее сердце такая благодарность возникает, что она хочет слушать его тоже. Согласна, женщина? Да. У нее возникает сразу благодарность, она сразу вас слушает тут же. спецize. Редактор субтитров